12 апреля в международный день космонавтики в школах провели тематические занятия по телевизору показали фильмы про космонавтику наша страна вспомнила каким был первый человек в космосе но триумфы прошлого омрачаются картинами настоящего космодром восточный строится но с постоянным воровством космонавты летают на космическая программа урезается где же наш современный космический проект и будем ли мы снова первыми на эти вопросы накануне тв искала ответы вместе с космонавтом дважды героем советского союза владимиром афанасьевичем ляховым он рассказал нам каким был космический проект ссср владимир ляхов отмечает что тогда это получилось сделать не только благодаря силе воли народа но и потому что образование было совсем на другом уровне а то что происходит сейчас в школе просто рушит всю систему сила воли народа я никогда не сомневался я еще в школе учился я уже знал что русский народ не победить сколько было воин это все истории я изучал историю школа нам преподавали историю историю то что было с нашей страной а сейчас вы извините даже такие предметы как астрономии убрали что какой-то вы думали какой-то егэ мы кончались например 10 11 классов мы умели общее представление о химии и физике математике русском языке и еще одно это было собирательно мы были уже очень образованы после десятого и одиннадцатых классов мы были образованы практически во всех отраслях мы могли говорить на любые темы а что сейчас со мне в школе один подошел и говорит а гагарин еще жил до смешного доходе меня приглашают школы мне стыдно идти туда потому что задают такие вопросы которые в советское время знал детского сада ребенок владимир афанасьевич родился в 1941 году он прожил долгую жизнь и знает что такое советский строй а те кто говорят что в ссср космос осваивали за счет бедности простого населения и всей страны это просто выдумки когда я кончал школу я уже видел шум шахтерском посылке все практически жили одинаково ну один где-то там побогаче другой но практически все были на одном уровне я жил в это время я родился в годы войны я помню даже немцев пленных водили по улице я помню дали все апреля цены будут снижать нас смотрели по газете на что будут снижены цены это же было зачем вам сейчас вот и говорят те кто не жил в это время которые даже не нюхали советской власти я как дваждый герой меня не обидел государство но то что он при советской власти я жил и жили лучше вот и все наша страна пережила лихие ельциновские девяностые конечно космическая отрасль уже не та но может быть не все еще потеряна будем ли мы снова первыми в эфире была рубрика экспертное мнение специально для накануне тв подписывайтесь на канал накануне тв и смотрите другие видео из рубрики экспертное мнение